друзья всем огромный привет сразу предлагаю настроиться на позитивный лад потому что сегодня я заряжаю энергией буддийские четки и сегодня одна из ваших любимых рубрик в которой мы повторяем обработку известного фотографа или блогера и спасибо тебе дружище за это видео это по твоей наводке мы узнали о бельгийском фотографии майки кравити который в один прекрасный день свое обожаемое увлечение фотографию превратил в любимую работу чего и вам желаю а если ты впервые на моем канале то на моем сайте тебя ждет подарок набор пресетов desire для lightroom и камера raw photoshop переходим по ссылке в описании к этому видео а еще для владельцев большого авторского сета у меня тоже есть подарок теперь все добавлен новый набор который будет формироваться из всех пресетов из видео и сегодня будет доступно первые 28 пресетов в названии пресета содержится имя автора которого мы разбираем референсная фотография и моя с которой я буду сегодня работать будут находиться также по ссылочке к этому видео и сегодня я не буду вас мучить кривыми цветных каналах мы обойдемся одной кривой rgb обработка майка яркая насыщенная контрастная напоминает постеры рекламу красивый насыщенный til and orange просто шикарно подходит под его любимую тему автомобили мотоциклы и включая и общие виды и отдельные элементы дизайна броска вызывающие и заслуживает внимание поехали итак друзья мы с вами в lightroom в модуле обработка кликаем на значок r и который называется сравнение выбираем фотографию которую будем обрабатывать и перетаскиваем в левое окно референсную фотографию и давайте первым делом сделаем чуть-чуть поярче я уведу экспозицию немного вправо на значение где-то примерно 0,8 контрастность мы и трогать не будем по крайней мере пока потом посмотрим что с ней делать светлой области полностью убираем в минус 100 тени добавляем на значение плюс 85 добавим сразу текстурки 10 и четкости 5 в базовой настройке мы еще вернемся а пока давайте перейдем в тоновую кривую нам понадобится кривая rgb чтобы с кривой был удобнее работать зажимаем клавиши shift и alt удерживаем и таким образом ваши движения будут более плавные слегка поднимаем точку черного но не очень сильно где-то примерно на значение 10 далее на пересечении двух квадратов примерно сегодня мы работаем ориентировочно опускаем значение вниз теперь выбираем середину и возвращаем ее назад но не доходя до центра она у нас будет немного ниже исходного значения но при этом мы с вами получим вот такой достаточно интересный контраст дальше между двумя верхними точками мы ставим еще одну точку кривой слегка поднимаем совершенно чуть-чуть и самую верхнюю точку немного уведем вниз вот чтобы у нас получился вот такой вот занятный ковшик теперь внизу между двумя точками мы все-таки немножко приподнимем теперь давайте поработаем со смешением цветов работаем сначала с тональностью красную ведем в сторону оранжевого цвета примерно на значение 20 удерживайте кнопочку shift для того чтобы ваши движения ползунком были наиболее плавные и ювелирные оранжевый уведем в сторону красных оттенков примерно где-то на значение 17 желтый уведем в сторону оранжевого цвета примерно на значение где-то 34 вот такой красивый оранжевый цвет зеленый сделаем похолоднее двигаем в сторону аквамарина примерно назначение плюс 15 дальше сам аквамарин или цвет морской волны мы двигаем вправо назначение примерно плюс давайте посмотрим я вот на крышу смотрю вот здесь этот цвет у меня плюс 35 а синий наоборот уведем в сторону аквамарина и это значение будет у нас минус 36 синего почти нету но где-то можно его подсмотреть слегка убавим насыщенность красных оттенков не сильно где-то на минус 10 оранжевый мы с вами тоже чуть-чуть приберем но не сильно где-то пожалуй минус 8 насыщенный желтого также сделаем немножко меньше это значение у нас будет с вами минус 25 зеленый полностью уберем в минус 100 но давайте сразу сделаем его поярче как на этой фотографии для других изображений не забудьте про этот ползунок возможно его придется сильно понизить яркость плюс 100 это все-таки такое достаточно критичное значение цвет морской волны сделаем примерно минус 30 синий тоже слегка подожмем на минус 44 забыли мы про фиолетовый пурпурный вернемся в тональность пурпурный уведем полностью вправо на плюс 100 а фиолетовый слегка приблизим к синим оттенком это значение будет у нас где-то примерно минус 39 минус 40 в насыщенности мы фиолетовый уберем на значение минус 80 а пурпурный уберем на значение минус 37 здесь этих цветов нет я просто уже потренировался на других фотографиях но мы же с вами создаем пресет который будет универсальный и подойдет большинству снимков все друзья теперь самое интересное переходим в свето коррекцию выбираем тени насыщенно сделаем посильнее теперь двигаем тональность друзья значение 215 дает красивый светлый синий оттенок в тенях который выглядит очень естественно но соответственно насыщенность мы так сильно оставлять не будем мы его уберем примерно на значение 25 яркость в тенях при этом тоже немножко подожмем это значение у нас будет минус 45 теперь давайте перейдем светлые участки средние трогать не будем и в светлых участках мы с вами также насыщенно сделаем побольше и подберем красивый желтенький цвет который у нас будет назначение ну пожалуй 51 вот такой вот красивый еле заметный нейтральный и насыщенность убавляем до значения 35 он все-таки должен у нас прослеживаться не должен теряться фотография стала уже поинтереснее но давайте мы поработаем теперь со смешением и балансом эти ползунки закреплены светлых средних и светлых участках куда бы вы не перешли эти значения будут одинаковые давайте перейдем в тень и посмотрим что у нас будет происходить и так смешение я уберу вправо это значение будет 52 а баланс мы с вами уберем наоборот влево но не сильно я думаю что где-то назначение 19 друзья мы это делаем для того чтобы ярче выразить тени потому что за счет насыщенности это делать не очень правильно выделяться будет вся фотография она будет вся становиться холоднее и если вы обратили внимание наш зелененький тоже стал более холодный до этого он имел даже какие-то такие желтый коричневатые оттенки и это все зависит от тонировки давайте еще мы немного саму фотографию сделаем потеплее за счет общих оттенков перейдем вот сюда сделаем насыщенность посильнее и подберем красивый оранжевый цвет который у нас будет где-то примерно назначение 42 и насыщенность при этом мы уберем поставим значение 15 по моему очень даже неплохо но еще можно поработать с виньеткой виньетирование давайте слегка добавим не очень сильно где-то здесь я поставлю значение 12 со знаком минус центр 0 округление растушевкой светлой области я поставлю на значение 100 давайте мы еще вернемся сейчас в базовые настройки и давайте немножко добавим еще белых ну не сильно где-то 20 и посмотрим черные нам сделать темнее или светлее наверное я сделаю чуть-чуть посветлее буквально назначение плюс 5 теперь давайте добавим той самой постерности добавим красочности где-то примерно на плюс 15 и насыщенности добавим побольше не будем стесняться ну пусть будет значение плюс 20 теперь друзья давайте мы сравним свет в самых темных участках так и нашу фотографию ну я думаю что в самые темные участки мы попали здесь немного больше зерна ну и в кривой можно чуть-чуть наверное все таки сделать посветлее давайте вот эту третью точку слева слегка приподнимем и вот эти две точки тоже чуть-чуть приподнимем чтобы фотография выглядела немного благороднее и стала пообъемнее пожалуй вот так вот да друзья то что доктор прописал давайте теперь сохраним пресет который мы назовем в честь автора майк крэват у меня это будет четвертый ну вот как ни странно обработка и профиль баланс белого экспозицию коррекция дисторсии кроме хроматики трансформацию высокий динамический диапазон все это должно быть отключено это индивидуально это в пресет не сохраняем если сомневаетесь нажмите на паузу и посмотрите подробнее на настройки моего пресета кликаем создать давайте мы откроем теперь фотографию в одном окне посмотрим было стало было стало теперь откроем какой-нибудь другой снимок например вот такой и применим сюда наш новый пресет вау вы посмотрите только какая прелесть давайте еще применяем наш пресет супер еще применяем наш пресет по моему кайф еще шикарно здесь возможно многовато синего поэтому можно всегда зайти в настройки и прибрать его сделать там более серым например и при этом суда можно еще добавить контрастности контраст вам рекомендую добавлять не ползунком контраст в этом пресете а черные двигайте влево а белые слегка вправо и таким образом получать более контрастную интересную фотографию сохраняя при этом общий баланс свето теневого рисунка а на этом друзья все если видео было полезным не забудь поставить лайк подпишись если еще не подписан чтобы нам с тобой не потеряться на просторах интернета желаю вам всем творческих высот добра и мира и до скорых встреч в следующих видео а и и Субтитры сделал DimaTorzok